У него есть деньги, у него там есть связи и все, как бы у меня нет ничего, я пряталась. После двух недель скитания по знакомым и монастырям, Ольга наконец чувствует себя в безопасности. За плечами рождение двоих детей и одни нездоровые отношения, из которых пришлось буквально бежать. В итоге девушка оказалась в Химкинском центре помощи женщинам спасения. Он и эмоционально, и физически подавлял меня, и это было даже и при детях. При том, что мы вместе не живем, но периодически приходилось как-то общаться. Попытки обновлять отношения привели к тому, что очень удержной случился конфликт, в свете которого он решил мне просто детей забрать. Прибыла Ольга в центр несколько дней назад. Впереди работа с психологами и юристами, а Дарья живет тут уже месяц. В какой-то момент ей было некуда пойти, на помощь пришел кризисный центр, который принял ее с двумя маленькими детьми. Моника и Герман, кстати, чувствуют себя здесь прекрасно. А что тебе больше всего нравится? Сирки, шоколадные. Здесь отличные условия, очень хорошо относятся и к мамам, и к детям. Вот нас никто здесь не обижает, нам помогают, здесь очень хорошие психологи. И у них есть еще свой штатный юрист, который помогает нам вот с нашими судебными делами. Химкинский комплексный кризисный центр помощи женщинам спасения существует с 2000 года. Домашнее насилие, созависимые отношения, трудности с детьми, депрессия, потеря работы, правовые трудности – далеко не полный список того, с чем работают в центре. Осмотреть кризисный центр и поддержать женщин приехали депутат Госдумы Ирина Роднина и член общественного совета проекта «Химки. Интересно жить» Ирина Спирина. Пришли не с пустыми руками. В преддверии Масленицы угостили сотрудников центра блинами. Такие центры нужны. И на самом деле мы убедились, что он хоть и небольшой, компактный, но все-таки лучше, конечно, расширить. И расширить количество мест и количество, я имею в виду, и сотрудников. За чашкой чая познакомились с сотрудниками центра. Психологами, юристами, соцработниками. Убедились, что это не только профессионалы своего дела, но и творческие люди. Гостям презентовали картины, которые создали постояльцы и сотрудники кризисного центра. Работы не раз принимали участие в выставках. Но и о проблемах с представителями власти тоже поговорили. Вот у нас сейчас нет совершенно никакой возможности, чтобы женщины какие-то им спортивные мероприятия организовать. Либо мы здесь диваны выносим, и, собственно, тогда мы это помещение никак не сможем использовать, потому что здесь проходят групповые занятия. Ирина Роднина пообещала посодействовать в поиске помещения, куда можно было бы прийти бесплатно и позаниматься спортом. Таких учреждений, как это, в Московской области можно пересчитать по пальцам одной руки. Между тем, проблема важная. Когда была пандемия, да, у нас по статистике значительно увеличилось количество обращений. Конечно, здесь вот мы с радостью смотрим и ходим, но всего лишь на 8 человек, если говорить о стационаре. Но все равно потребностей есть значительно больше. Получится ли притворить планы в жизнь, пока неизвестно. В любом случае, двери кризисного центра спасения открыты каждый день. Если вы или ваши знакомые находитесь в тяжелой жизненной ситуации, обратитесь по телефонам, которые вы видите на своем экране. Вам обязательно помогут. Ксения Абрагина, Николай Захбродин. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова